День Петра и Павла отметили и в Новгороде. У нас он называется Петровки. По всем народным традициям праздник провели в музее деревянного зодчества Витаславлицы. Людмила Александрова узнала, чем новгородские Петровки отличаются от усть-цилемских. Праздник Петра и Павла никто не отдыхает. С утра на Синокосе зачин. Ну а пока все побежали косить, Татьяна Санна осталась в няньках. Собирается идти в часовню, Петровщину отнести. Ранним утром все бабы готовили корзину. Кто яйца, кто пироги. Гостинцами угощали пастуха, благодарили священника. Вот я хвост приготовила, зерно. А ведь какая баба худелину несет. Это все в часовенке оставляем. А потом-то сторож продаст все это. И уж на вырученные деньги это все на потребу часовенки пойдет. Ну и священника поблагодарим тем самым. На Синокосе трудились до заката. Петровки на Руси давали старт всем полевым работам. И если в этот день светило солнце, считалось, что весь летний покос будет сухим и легким. Хотя даже на сухом поле с непривычки работается непросто. Сложность в том, чтобы понять, как правильно руки расположить. И как свою силу применять, собственно, чтобы траву вот так блестеть. Ну а пока взрослые косят, молодежь водит хороводы. А самые маленькие из скошенной травы вяжут кукол. Сегодня делаются стригушки. Было принято делать на Петра и Павлах, когда во время покоса делались стригушки, танцующие куклы. На них загадывали дети желания. И вот если поставить и выстроить их в хоровод, сейчас посмотрите, наши дети поставили все наши кукол. И вот смотрите, сейчас будут у нас плясать куклы. Начинаем стучать кулачками. Все, начали. Кулачками. Обряд вязания со стригушек пришел на Новгородчину из северных экспедиций. Когда вязаные куклы напляшутся, их складывали в избе и оставляли до зимы. Засушенные они плясали еще лучше. Ну а когда в зимние холода их доставали, получалось замечательное воспоминание о лете. Ну и куда же в праздник Петра и Павла без традиционной новгородской кухни? Накормить горожан уху – это старая добрая новгородская традиция. Говорят, у каждой хозяйки был свой особенный рецепт супа. Кто-то варил уху с поленом в кастрюле, кто-то добавлял в суп водку. Самое главное, что это уха настоящее, даже несмотря на то, что тарелки пластиковые. Попробуем. Очень вкусно. Отведать ухи из судака собралась целая очередь гостей. Без традиционного супа не обошлись еще ни одни Петровки в Новгороде. И тому есть причина. Петр покровитель рыбаков. Как раз именно в этот день ловили уху для того, чтобы был удачный улов, для того, чтобы поймалось много рыбы. Все это было сотни лет назад. Сейчас Петровщину отмечают разве что в редких деревнях. Из молодежи мало кто постится после Троицы и до Петра и Павла. И редкая баба с первыми петухами несет по ступу гостинцы. Но здесь традиции всегда живы. И молодежь, и ребятня в них окунаются с большим удовольствием. Людмила Александрова, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидения. Новости Новгородской областной телевидения.